Мила Нитич шокировала признанием о токсичных отношениях с бизнесменом-алкоголиком. Украинская певица Мила Нитич, которая во время полномасштабного вторжения уехала в Польшу, решилась на признание о своей личной жизни. Артистка рассказала, что имела отношение с богатым байфрендом, который злоупотреблял алкоголем. Об этом пишет РБК Украина, проект Estiller, со ссылкой на интервью исполнительницы для проекта ЖВЛ, отношения с абьюзером. По словам Милы Нитич, с бывшим она познакомилась в Польше, в Польшу я уехала, потому что там были концерты, но потом появился человек, с которым мы пытались что-то построить. Мне казалось, что порог боли был превышен в разы. Так происходит, когда ты заходишь в отношения с человеком, который имеет все, бизнес, любимое дело, много денег, есть все, кроме счастья, поделилась певица. Впоследствии выяснилось, что у мужчины были проблемы с алкоголем, а это не могло не отразиться на их отношениях. Я зашла в отношения с алкоголиком, с человеком, который не способен был себя сдерживать эмоционально. С человеком, который был совершенно разным, когда он был трезв, и когда он напивался, призналась Мила. Также исполнительница рассказала о дорогом подарке от ее экс-избранника, авто, которое он забрал у Милы сразу после их разрыва, он мне говорил, вали туда, откуда пришла, и, ты вообще-то должна была спросить, можно ли я поеду поработаю. Я никогда ни у кого не спрашивала, можно ли мне поработать. Через месяц нашей совместной жизни он мне подарил дорогой новый автомобиль за 100 тысяч долларов, а через 4, когда я не выдержала и решила уйти, он у меня его забрал. И я в конце концов ему просто посмотрела в глаза, говорю, так ты подарил или нет? Потому что он был оформлен на меня. А он говорит, я что, дурак тебе подарить машину за 100 тысяч долларов? Мила, я тебе просто дал покататься, поделилась артистка. Также Нитич вспомнила, что бывший не выпускал ее с территории дома, пока та не отдала ключи и техпаспорт, но, несмотря на токсические отношения, были моменты, за которые благодарна певица, он меня никогда не избивал, но эмоционально и психологически уничтожал. В результате все закончилось печально. Но парадоксально-то, что он появился в первый день войны, и именно благодаря ему я уехала в первый день из Ирпеня. Он отправил за мной водителя с машиной. Он мне помог и вывез меня. Я за это ему буду всегда благодарна, добавила звезда. Напомним, недавно Анна Тринчер отреагировала на слухи о разводе с Волошиным. Также мы рассказывали, что украинскую беременную продюсершу ограбили в Испании.